Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Казахстан запустит новые спутники в 2026 году. Срок работы действующих истек, однако технические инженеры провели аудит и продлили время их применения до конца 2023 года. Об этом рассказали в Аэрокосмическом комитете. Замене спутников – это большая проблема, признался председатель комитета. Что еще намерены предпринять по участии космического мониторинга и применения спутников, расскажет наш корреспондент. Около 1 миллиона гектар неиспользуемых пахотных земель обнаружил космический мониторинг. А еще 12 миллионов гектар пастбищных угодий без скота и при этом более 41% посевов засорены. Обнаружены самозахват земель внутри населенных пунктов. В прошлом году, чтобы эта мониторинговая информация не осталась просто информацией, мы разработали и внедрили платформу «Жерий инспектор». Здесь бизнес-процессы, где предполагают участие на платформе как земельных инспекторов от Комитета управления земельных ресурсов, так и отделов земельных отношений. Если какое-то нарушение выявляется по результатам космического мониторинга, этот инцидент передается отделу земельных отношений для того, чтобы они обработали это нарушение и дальше передали земельным инспекторам. После этого направляют и уведомления землепользователю для ознакомления и оспаривания, если он с этим не согласен. При этом есть проблема в том, что акиматами не всегда обрабатывается информация, особенно в регионах. Например, такие регионы, как Западно-Казахстанская область, Казлардинская, Житсуцкая, Лутауская, они практически 100% обработали их отделы земельных отношений, 100% вообще обработали и передали инспекторам эти нарушения. Но есть некоторые области, которые менее 20% отработали этих инцидентов. Это Алматинская область, Мангустауская, Атрауская, Абайская. Сверху видно не только бесхозные земли, но и ЧП. Например, пожары в Абайской области на площади 60 гектар, где количество выгоревших участков, космический мониторинг тоже выявляет и направляет информацию в уполномоченные органы. По Абайскому пожару, например, сформирована комиссия. Наши специалисты включены в эту комиссию, идет расследование причин пожара. И там же мы в комплексе все возможные причины изучим. По вырубкам у нас вся информация есть по территории и предшествующие, и в предыдущие годы. А для повышения эффективности будут запущены новые спутники в 26-м году. Срок действующих уже истекает. А в этом году заключили контракт на три спутника со средней разницей в 5 метров пикселей КАЗ-ЕОСАТ-МР, которые уже должны вылететь через три года. Гульнару Марвах, Медиар Ильясов, ТДК-42. Вопросы защиты бизнеса обсудили в Западно-Казахстанской области. Под председательством областного прокурора Серика Шалабаева с участием руководителей контролирующих органов, представителей бизнеса и региональной палаты предпринимателей прошло совещание по проблемным вопросам привлечения инвестиций. Вопрос привлечения инвестиций находится на строжайшем контроле личной главы государства. Поэтому решается он интенсивными темпами, в том числе и в нашем регионе. Например, только за первое полугодие 2023 года сумма инвестиций в экономику области увеличилась на 30,7% и составила 250 миллиардов тенге. Каждый проект должен четко проанализировать, насколько это пойдет, не пойдет. Одно дело, да, скажем, озвучен, а другое дело мы качественно должны заводить. Каждый проект завтра что мог заработать. Между тем, для решения поставленных задач существуют препятствия. Часто все предприниматели сталкиваются с проблемами. В сферах налогообложения, земельных отношений, а также при получении технических условий и многих других. Для решения этих вопросов при прокуратуре создан фронт-офис. Касательно фронт-офиса. Он функционирует на базе прокуратуры области в целях оперативного принятия мер по проблемным вопросам инвесторов и содействия в продвижении значимых инвестиционных проектов. В задачи входит изучение каждой проблемы инвестора с выездом при необходимости на место совместно с госорганами. Предоставление правовой консультации с субъектом бизнеса и инвестором. Предприниматели, принявшие участие во встрече, озвучили ряд проблемных вопросов. Особенно, как выяснилось, бизнесмены волнуют проблемы субсидирования. По каждому проекту на уровне экспертной группы, сформированной, мы отработаем все риски проекта. Если они запускаются, они должны, безусловно, конечно, работать. По словам главы региона, все озвученные вопросы взяты на контроль и будут отработаны совместно с прокуратурой. Айдана Каримова, Нурлан Кунаш, Василий Копекенов, ТДК-42. Мусорный коллапс в Ак-Тубе набирает обороты. Оказывается, в городе остался всего один оператор, да и тот не справляется с возросшей нагрузкой. Теперь чиновники из Акимата начали вывозить мусор. Когда город станет чище и почему жители не хотят платить по новым тарифам, узнавала Лейла Уесова. В Ак-Тубе перестали вывозить мусор. Такая антисанитария может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний, жалуются жители. Больше всего отходами завалена старая часть города и район Москва. К примеру, на этой контейнерной площадке отходы не вывозили, наверное, неделю. Теперь, чтобы убрать эту гору мусора, понадобится время и несколько рейсов мусоровоза. Жители жилого массива имени Есет Батыра недовольны работой мусоровозящих компаний. В благоустроенных дворах рядом с детскими площадками растут горы бытовых отходов. Люди жалуются, что не могут открыть форточки и подышать свежим воздухом, потому что неприятный запах доносится со всех сторон. Эту вонь не передать словами. Здесь дети играют. Невозможно просто так ходить, а пакеты летают по всему району. Это проблема всего города. Мы тонем все в мусоре. Меры не принимают. Мы сейчас не знаем вообще, какая компания нас обслуживает. Оказывается, сразу два оператора прекратили свою деятельность. Поэтому Акимат Алматинского района Ак-Тубе пошел на вынужденные меры. Вывозом мусора теперь занимаются сами чиновники. Из-за долгов населения подрядчики не могут восполнить затраты на ГСМ и ремонт техники, оплату труда своих работников. Чтобы горожане исправно оплатили за вывоз отходов, власти намерены внедрить единую систему оплаты коммунальных услуг. Мы хотим разработать такую программу. По всем комуслугам должен быть единый платежный документ. Туда войдет и вывоз мусора. У нас будет единая абонентская база по оплате за все услуги. Это увеличит поступление компаний за вывоз мусора. У них появятся деньги на закуп техники и оборудования. В планах приобрести еще 25 мусоровозов. Власти ищут новых инвесторов, которые помогут выйти из кризиса. Но желающих пока нет. Поэтому дворы многоэтажек продолжают утопать в бытовых отходах. А уже с августа жители Ак-Тубе будут платить за вывоз мусора по новым тарифам. Больше 400 тенге с человека. Лайла Уысова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК 42, Ак-Тубе. Жители пригородного Куральского поселка Деркул выразили беспокойство по поводу строительства арыков. По их мнению, подрядчик ведет работы с нарушениями, которые могут привести к нежелательным последствиям. А именно большая глубина арыков, что может способствовать промерзанию водопровода, проходящего под канавой. Также люди боятся за детей, которые могут провалиться в гидротехническое сооружение и получить травмы. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Сам Алказеев живет в поселке Деркул. До этого времени, по его словам, он и соседи жили спокойно. Но с начала строительства арыков сельчане забеспокоились не на шутку. Арык соорудили неправильно, ведь их глубина составляет полтора метра. А под ним еще находится водопровод. От дна арыка до водопровода 50 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к промерзанию водопровода, рассказал мужчина. Данная проблема, связанная с арыками, решается довольно долгое время, когда здесь еще строили дорогу. Изначально нам говорили, что они не собираются строить арык. Мы, жители поселка, считаем, что арык построен неправильно и не по стандартам. Да и где это видно, что арыки сооружают прямо возле домов, ведь их принято строить возле дороги. Зимой, если вода промерзнет, что нам придется делать? Почему руководство поселка и города не думает об этом заранее? Ни застройщик, ни акимат об этом не подумали, хотя мы не раз обращались к ним и говорили об этом. Наше главное требование, чтобы этот арык закопали и построили нормальный. Помимо вышеуказанных проблем, сельчан беспокоит то, что во время проливных дождей дети могут попасть в глубокий арык, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. Для разъяснения данной ситуации наша съемочная группа отправилась в акимат поселка Деркул. По словам чиновников, построить арык пришлось из-за паводкового периода, который приносило немало проблем местным жителям. Так как рельеф неровный, возникла такая ситуация, что лотки опустились ниже уровня земли более на метр. Поэтому жители начали обращаться в акимат. Данный вопрос мы рассмотрели. Сейчас будем проводить работы по исправлению замечаний жителей. Получив ответ от руководителя отдела благоустройства поселка, мы связались с застройщиком, который, собственно, и соорудил арыки. По его словам, все начиналось хорошо, ведь земля была ровной. Ближе к середине начали появляться холмы, из-за которых арыки стали глубже. Но на вопрос, почему арыки так близко расположены к домам, мы не получили ответа. Подрядчик заверил, что они с местным акиматом уже занимаются решением данной проблемы. Местным жильцам остается лишь надеяться на то, что поговорка, обещанного три года ждут, их не коснется. Дана Киримбаева, Виктор Портков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. 680 миллионов тенге выделили на установку линий наружного освещения вдоль дороги по проспекту Абулхайрхана в Уральске. В ходе ремонтных работ по модернизации светильники заменят на новые светодиодные, устаревшие железобетонные опоры заменят на металлические. Строительно-монтажные работы по освещению ведутся по проспекту Абулхайрхана от улицы Кутейкова до улицы Алаш. Теперь вместо устаревшего освещения будут новые энергосберегающие светодиодные фонари. Железобетонные старые опоры заменят на металлические, которые будут вписываться в современную архитектуру города. Кроме того, теперь провода и кабели будут находиться под землей, что является более безопасным вариантом, нежели воздушные кабели. На эти цели было выделено 681 миллион тенге. Подрядной организацией является тоже их жарыга. Сейчас данный участок разделен на пять участков проспекта Абулхайрхана. Сейчас работы ведутся с двух сторон. С первого участка и с пятого участка будут проводиться работы по замене опор и электрических линий. То есть, как вы сейчас знаете, по проспекту Абулхайрхана установлены железобетонные старые опоры с воздушными линиями. У нас по проекту теперь будет новый оценковый напор с двух сторон по кабельным линиям. По словам подрядчиков, ремонтные работы по замене начались 1 июля и завершатся предположительно в конце сентября. Протяженность всей дороги составляет 13,6 километров. Задействуем три бригады. Две бригады, начиная с Деповского моста. Одна бригада начинает сейчас с этого, с улицы Салаша. С той стороны мы уже дошли до улицы Хазажарского перекрыска. Для того работы у нас здесь около 30 человек и 5 единиц техники. Проспект Абулхайрхана – не единственная улица в Уральске, на которую идут работы по замене и модернизации освещения. Светлее станет и на улице Брусиловского в поселке Зачиганск. В начале следующего года будет запущено еще пять проектов по освещению городских улиц. Данна Киримаева, Виктор Прутков, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42. Семь новых автобусов на 255 миллионов тенге закупили для городских маршрутов Уральска. Официальная презентация общественного транспорта, который будет курсировать по маршрутам номер 33-39, прошла с участием главы города Мержана Сатканова. Подробнее расскажет наш корреспондент. Сегодня в городе на постоянной основе проживает более 300 тысяч человек. Чтобы избежать перезагруженности основных транспортных артерий, общественному транспорту уделяется особое внимание. Так, компания-пассажироперевозчик Батыс Дилижанс за два года потратила порядка 750 миллионов тенге на обновление автопарка. В этот раз было закуплено семь новых автобусов, которые будут возить уральцев по маршрутам номер 33 и 39. Мы в прошлом году закредитовались, в прошлом году такие же машины, 13 машин мы взяли. То есть вот за два года в общей сложности получается у нас 20 новых автобусов. Помимо этого за два года мы еще покупали 16 «Газели», купили, на единички обновили. Все старые машины убрали, поставили туда 18-19 годы машины. Именно конкретно сумма этих машин – 255 миллионов. Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения. В каждом салоне установлено по четыре камеры, и водитель будет видеть, что происходит внутри. Также отметим, что в новых общественных транспортах есть места для людей с ограниченными возможностями. И отметим, что автобус опускается до нужного уровня, и инвалидная коляска может спокойно заехать и выехать из автобуса. Ежедневно на линии города в среднем выходит 270 автобусов. В прошлом году было обновление около 79 автобусов, говорит Аким города Мержан Сатканов. В текущем планируется приобрести еще около 50. В течение трех-пяти лет собирается обновить весь автопарк города. Также Мержан Сатканов отметил, что работа водителей и автобусов не из легких. И есть небольшая проблема с кадрами. Вопросы всегда имеются, их много, конечно. В первую очередь это рост бензина, солярки, не хватает водителей. Минимальная зарплата водителей за 15 дней выходит где-то в 300 тысяч тенге, средние 350 тысяч тенге. Но, к сожалению, люди неохотно идут на эту работу. Работа, конечно, сложная. Надо зимой и летом рано выходить, вечером работать. Новые автобусы закупили у казахстанского производителя, а именно с города Семипалатинск. И они начнут курсировать на улицах города с 28 июля. В Актубе тушили пожар в цеху, где производят поролоновые губки для мытья посуды. Первым огонь заметил сторож. Он вызвал спасателя, а также сообщил владельцу объекта. Вызов оказался своевременным. Несмотря на то, что пламя охватило уже 900 квадратных метров крыши, сам товар удалось спасти. Специалисты не допустили распространения огня на другие здания и вынесли все ценное. Полностью пожар ликвидировали спустя два часа. Что стало причиной, ЧП сейчас выясняют. Всего в тушении было задействовано больше ста человек. Мне сообщили сторожку владельцу о том, что произошло задавление. По приезду сюда уже здесь находились сотрудники МЧС, пожарные машины. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован. Материальные ценности были спасены. Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более полутора миллиардов тенге, выделенных на развитие агропромышленного комплекса. С 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса они похитили бюджетные средства. Сумма хищения превышает 1 миллиард 600 миллионов тенге. Организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы. В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных членами ОПГ в свою преступную деятельность. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой. У членов группы обнаружены в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на суммы свыше 3 миллионов долларов США. В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили государственный бюджет более 62 миллионов тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается и на информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Опасные насекомые атакуют жителей Западно-Казахстанской области. С начала текущего года от укусов пауков в больницу обратилось 13 человек. Из них 6 несовершеннолетних. Большее количество пациентов регистрируется в таких районах, как Женебегский, Бурлинский и Косталовский. Отметим, что из 13 пострадавших человек 6 с областного центра. Акция «Дорога в школу» стартует в Западно-Казахстанской области. Цель – оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей во время подготовки к школе. О том, как подать заявку на участие в акции, расскажет наш корреспондент. Акция «Дорога в школу» пройдет с 1 августа по 30 сентября текущего года. На сайте atamikinem.kz действует платформа «Миктепкижол», где нуждающиеся в помощи родителям могут оставить свои заявки. В свою очередь спонсоры и меценаты могут оказывать помощь через данный портал, переводя средства онлайн. В 2022 году в рамках акции для поддержки семей нуждающихся в помощи оказана материальная помощь в размере 307 миллионов тенге около 8 тысячам детям. На начало прошлого учебного года материальную помощь получили 2338 учащихся. Получили школьную форму, получили канцелярские товары на общую сумму 57,2 миллиона тенге. Также на общую сумму 220 миллионов тенге учащимся была, их родителям была на картосчет переведена сумма денег по 37 389 тенге. Это такую помощь в виде финансового средства получили 7 388 учащихся области. В этом году из фонда на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды, обуви предусмотрено 372,6 миллиона тенге. Сегодня мы обращаемся к бизнесменам, предпринимателям, меценатам, гражданам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание материальной адресной помощи нуждающейся семье и детям. По всем вопросам, которые вас интересуют по организации акции, вы можете обратиться в управление образованием по телефону 26 0465. Также хочу вас уведомить о том, что в каждом отделе образования города и района работают специалисты по данной акции, и администрации школ, в частности, а именно социальные педагоги, тоже окажут консультативную помощь родителям по получению материальных средств на карте счета родителей и по организации акции «Дорога в школу». В рамках акции «Дорога в школу» продолжается подача и обращение от родителей на портале atomekenam.kz. Мероприятие по оказанию материальной помощи нуждающимся в помощи будет продолжаться в течение года. Дана Керимбаева, Виктор Прутков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. До встречи в эфире.